Я очень рад, прадесестры, тому, что у нас есть такая ревность собираться вечерами, второй раз вечером, воскресенье. Я знаю, что это непросто для многих, и семьи, и некоторые многодетные, и у вас тоже, ну, и весеннее настроение, тоже хочется побыть, на море лёд сошёл и так далее. Но мы оставляем, мы идём, мы показываем, мы демонстрируем, мы являем перед Богом ревность. И проявляем такую верность Господу и Его Слову. Я знаю, что это вообще дорого стоит, и это благословение. И я так счастлив быть в такой церкви. Знаете, я когда уверовал, у нас было, вот здесь сидит брат Николай и Галина, там был народ пожилой в основном. У нас там было несколько молодёжи, но я не чувствовал такой ревности, чтобы прям вот собираться каждый день там и всё такое. просто в основном один проводил время. Вот, бегал в лес, молился там, постился, боялся упасть очень сильно, чтобы мне не отойти, не отступить. По бабушкам бегал, у меня прям было две-три бабушки в день. В одной два часа, в другой, в третьей там и всё такое. И я просто, они только пели по сборникам, читали Библию и молились. Вот, ну и чай пили там, кушали. И вот, ну что, я таки укреплялся два года, пока не поехал в колледж в Москву. Вот, но однажды, когда я читал вот эти книги, нашёл заметки о Чарзе Финнеи, о Брейнарде, о Чарзе Весли, о Уиклифе, о Эван Робертсе, Чарзе Финнеи, Симури и так далее. Это было просто то, что меня схватывало, и я понимал, что это то, чем нужно жить. Я понимал, что это единственное состояние верующего, в котором я могу найти полную убеждённость, что я на правильном пути. Потому что на другие, когда сбавлялся огонь, разные другие какие-то возникали, другие цели, я всё время умирал. Я чувствовал, что я перестаю быть собой. И это и есть призвание, когда ты находишься в своём призвании. Ты спасён, ты абсолютно спасён. И ты можешь всё победить. Ты непобедимый человек, когда ты в своём призвании. Я пытался молиться больше, и молился час, там два. Разный опыт, набирал, короче, опыт. Я не говорю сейчас, что правильно, что неправильно, не об этом речь. А в том, что набирал опыт, и однажды получил это приглашение, поехал учиться и так далее. Я всё время мечтал, думал, Господи, а кто со мной? У меня там был один брат и другой брат. Но они не ходили со мной молиться. Я думал, молился, смотрел на ночной город, и думал, неужели, Господи Божий, здесь будет пробуждение. Тогда была только, помню, Пятидесятинская церковь, какие-то группы тоже небольшие, там наугольные, где-то ещё, баптисты, там, ну, немного было людей. Но я просто молился, смотрел на этот город, светящийся ночными огнями, и думал, Господи. И Божия благодать давала в сердце эту веру, что и молодёжь, и люди Божии, которые будут ревновать так же, как Ты веришь, они так же могут легко собираться ночами, могут собираться в любое время, чтобы любить Господа, чтобы привать слови и в молитве. Я думал, Господи, как я мечтаю о таком народе. Это уже бабушки там такие же, но они не могут никуда пойти. Ну, куда она там пойдёт? Она с клюшкой идёт, она поставила её, пока на колено встанет, там всё помолится, и как бы, ну, я не могу, ну, куда нам деваться? Они были помазаны, пророчицы, там, дары Духа Святого. Ну, вы понимаете, надо было двигаться. Я так благодарен, что стал Господь подвигать, стал поднимать людей. Всё это непросто было вкладывать, это всё расширять, зажигать, прорываться. согрешать, обижать кого-нибудь, потом каяться. Всё, это было такое, всё с кровью, со слезами. Но постоянная дикая борьба в сомнениях, и сам тоже в сомнениях. Я помню проповеду, и брат подходит ко мне, который, я думал, мне будет помогать. Он говорит, как ты сегодня отвратительно проповедовал. Говорит, вообще, это было не проповедь, это была самая смерть. Я говорю, спасибо тебе, возлюбленный, я ещё хуже. Молись за меня, потому что я ещё хуже. И потом приходил домой, плакал. Говорит, господи, почему он так бьёт меня? И вот такие вещи, разные такие переживания. И сегодня, когда уже есть народ, я вижу, что есть народ, который может молиться, который тоже жаждет, который в любое время дня и ночи спокойно поднимется, на подъём побежит, каждый на своём уровне, но это уже стало нашей природой. И это настоящее, братья и сёстры. Я рассказал вам не для того, что ставлю себе в заслугу что-то. Это Господь, это абсолютно Он только. Потому что кто это такой? Это просто раб ничего не стоящий. Вы свою историю тоже можете рассказать. Мы как звенья в цепи, как в одной кольчуге. Никому ничего не принадлежит. Это всё не наше, это всё Божие. Ему вся слава и Его всё. Это не наша церковь, это Его церковь. Он может так взять, дыхание забрать и прямо здесь упадёшь замертво у кафедры. И что ты там наговорил? Бог может всё сделать, но нам нужно сохранять вот эту природу. И я так благодарен, что Он дал вот этот Дух желать пробуждения. Когда я вижу, что сегодня Он падает на молодёжь, и они собираются на молитву, и они тоже ухватывают, они понимают, я сейчас не сбавляю пищу, понимаете, я проповедую твёрдую пищу. Я радуюсь, что в церкви можно проповедовать твёрдую пищу, что мы верим в откровение, что я могу делиться чрезвычайностью откровений совершенно свободно, потому что здесь есть Дух Веры. И мне не надо младенцам строгать морковку и потом варить её, пережёвывать яблоко и давать на чайные ложки. Вы здесь сегодня? И в малную кашу добавлять воды и потом и давать снова в ложку. Вы здесь сегодня? Иисус Господь. Это счастье. И я сегодня хочу призвать нас прочитайте эту книгу, о которой мы говорили об Азузо-стрит. Вот. И мы будем где-то, может быть, двигаться, может быть, мы в Хабаровске будем об этом двигаться дальше, если Бог позволит. Но Бог сегодня потрясает. И вот я хочу одно только зачитать, что в четверг 19 апреля, когда мы сидели на полуденном собрании в Пенуэл-Холл на Саут-Мэйн-Стрит, это пишет один из пробужденцев на Азузо-стрит, 227, внезапно пол начал двигаться вместе с нами. Необычная дрожь пробежалась по зданию, когда Лос-Анджелес потрясло маленькое землетрясение. Мы сидели в страхе. Многие выбежали на середину улицы, беспокойно смотря на здание, опасаясь, что они вот-вот упадут. Это было серьёзное время. Я рассказывал вам, как мы получили письмо, когда было землетрясение, цунами в Японии, что церковь раскололась на три категории. Те, которые верили, что это от Бога, те, которые не верили, что это от Бога, а верили, что это дьявол сделал. И те, которые считали, что и Бог, и дьявол здесь ни при чём. Это просто землетрясение. И тело Христа в Японии раскололось на три части. Тысячи погибших и те пастыря, которые нам прислали письмо, они считали, сделали консилиум, глубоко изучали, молились, постились, и они приняли позицию, что это Бог покарал Японию. Это было авторитетное письмо, очень большое, длинное, может, упомнят из вас, мы зачитывали его. И они сказали, что Бог карает Японию за грехи. И вы знаете, что в Японии много тоже греха, синтоизм, анимизм, и есть храмов много языческих, и очень много разврата тоже узаконенного. Якудзи и всё такое. Ну, в каждой стране есть свои проблемы. Я благословляю Японию, не хочу сказать, что это самая греховная страна и всё такое. Но они говорили так, что это Бог наказывает. Один из служителей, он должен был ехать в Японию для того, чтобы встретиться с пастырями Японии после этого землетрясения через некоторое время. Ещё свежее было всё это. Я захотел с ним поехать. У него был авторитет, он имел авторитет, чтобы пастыри собрались на его встречу. И когда он поехал, я попросился с ним, говорит, возьми меня с собой, я хочу поехать посмотреть на японских пастырей. Я не был никогда в теле Японии, не был вовлечён. И я поехал с ним на эту встречу. И он доказывал всем пастырям, которые собрались на его уровне, что Бог здесь ни при чём. Я вообще попал в замешательство. Эти пастыря японские написали, что это был Бог. Этот человек убеждал японских пастырей, что Бога здесь не было. о чём я хочу сказать. О том, что нам нужно ведение, братья и сёстры. Вы представляете себе, какая катастрофа? Тело Христа не знает Бога. Вы себе представляете? И когда я сидел, слушал, я подумал, а где был Бог? И он объяснял, что это был дьявол. Получается, он повелевает стихиями. Ну хорошо, ладно. Он, может быть, над морем генесарецким. На каком уровне он повелевает? Хорошо, я не буду вводить вас в этот ступор. Я просто хочу принести нужду в измерении пробуждения. Нам нужно сблизиться. И вы знаете, когда это произошло там, там было землетрясение тоже в то время, когда погибло много людей. И он пишет дальше. Я сейчас зачитаю, мы закончим. Бог показал мне, что весь ад пришел в движение, чтобы заглушить его голос в землетрясении. Послание, которое он мне дал, было предназначено для противодействия этому влиянию, потому что люди отрицали его присутствие в землетрясении. Теперь он говорил. Теперь он говорил. Послание, что он дал мне, было ужасающим. Я не должен был обсуждать этот вопрос ни с кем из людей, а просто донести до них эту весть. Им нужно было дать ответ ему. Я чувствовал, что весь ад был против меня в этом деле. И это вскоре подтвердилось. Я лег в постель в 4 утра, встал в 7, поспешил с этим посланием к печатнику. Вопрос в почти каждом сердце среди верующих был таким. Бог ли это сделал? Но инстинкт немедленно подсказывал людям, что это был Он. даже нечестиво осознавали этот факт. Трактат был быстро подготовлен, там в тот же день был в печати и так далее. И я чувствовал, что должен донести их до людей как можно быстрее. Было большое преследование, особенно со стороны прессы. Они бесстыдно расписывали нас, но это только привлекало больше толпы. Некоторые давали этому движению 6 месяцев для жизни. Вскоре собрание начало продолжаться день и ночь. Ложное отсеивалось от настоящего Духом Божьим. Слово Божье само решало абсолютно все вопросы. Сердца людей, как и в делах, так и в мотивах, испытывали из-за самого дна. Это не было временем стать одним из этой компании. Никто не смел пристать к нам. Если только не имел серьезные намерения. Никто из посторонних не смел к нам пристать, если только не имел серьезные намерения. В эти дни принять крещение означало процесс умирания и очищения. Мы имели комнату ожидания наверху для тех, кто особо искал Бога, чтобы получить крещение Святым Духом. Дух действовал очень глубоко в комнате ожидания. И неспокойный Дух беспечного болтуна немедленно обличался Духом. Если кто-то болтал беспечно, сам Дух обличал этого человека. Мы находились на Святой Земле, исход 3.5. Эта атмосфера была невыносимой для людей, имеющих плотской Дух. Вы здесь? Я понимаю, чувствую, как вы понимаете. Они обычно избегали этой комнаты, если только они не были основательно подчинены и сожжены. Только искренние искатели желали этого. Те, кто воистину хотели иметь дело с Богом. Там не было места, чтобы устраивать истерику или выпускать пар. Люди не выдували свои легкие в те дни. Они летели к престолу благодати. Образно говоря, они снимали обувь. Они находились на Святой Земле. Слава Господу! Давайте еще. Какие были свидетельства на собрании? Были подлинные свидетельства и ложные. Наше время принадлежало Господу, вот когда мы здесь свидетельствуем, братья и сестры. Мы имели настоящее свидетельство от свежего сердечного переживания. Помните, как именно вчера свидетельствовал. А иначе, чем короче свидетельство, тем лучше. Дюжина людей могла одновременно встать на ноги, тряпечать под могущественной силой Божией. Нам не нужно было получать указания от какого-то лидера, однако мы были свободны от беззакония. На собраниях мы были затворены в молитве к Богу, нашу мы на Нем. Мы были там освобождены от церковного иерахаризма и злоупотребления. Мы хотели Бога. Как мы только приходили на собрания, мы избегали человеческих контактов и приветствий. Слышите? Насколько это было возможно? Мы сначала хотели встретить Бога. Вы знаете, я иногда прихожу чуть-чуть позже на прославление именно по этой причине, братья и сестры. Я не опаздываю, потому что я нерадивый. Я прихожу, чтобы попасть сразу на прославление и не встречаться с людьми, потому что если мне нужно нести слово, я должен быть с Ним. Мы сначала хотели встретить Бога. Мы держали голову в углу под скамьей в молитве и с людьми встречались только в духе, больше не зная их по плоти. Собрания начинались сами собой, спонтанно, в свидетельстве, хвале, поклонении. Свидетельства никогда не были подгоняемы приглашением к попкорну. Мы не имели никакой запланированной программы, которая сжимала бы нас во времени. О, какое блаженство! Среди нас иногда проявлялись самонадеянные люди, особенно проповедники, пытавшиеся распространить свое мнение. Но их попытки были непродолжительны. От них отнималось дыхание. Вы знаете, на выходе проповедник и аж задыхаешься. Их умы блуждали, их мозги кружились. Все темнело у них в глазах. Они не могли продолжать. Я никогда не видел, чтобы в те дни кто-то дошел в этом до конца. Они восстали против Бога. И никто не прерывал их. Мы просто молились, и Святой Дух делал остальное. Мы хотели, чтобы все контролировал Дух. Он очень быстро кончал с ними. Аллилуйя! Смотрите, присутствие Божие. Вот это я хотел вам дать. Духовно говоря, их выносили мертвыми. Обычно они лежали в прахе смирения, проходя через тот процесс, через который все мы уже прошли раньше. То есть устыженные, пристыженные. Приезжал, например, доктор там какой-нибудь и просто пристыженный был. Другими словами, они заканчивались и начинали видеть себя во всей их немощи. Затем в детском смирении и исповедании они были охвачены Богом, преображены через могущественное крещение в Духе, и ветхий человек умирал вместе со своей гордостью, надменностью, добрыми делами. И добрыми делами! В моем собственном случае я начал испытывать отвращение к самому себе. Я молил Господа спустить занавес, который бы закрыл позади меня мое прошлое, так как оно могло ужалить меня в питу. Он сказал мне забывать всякое доброе дело, как если бы оно никогда не было сделано сразу же после его совершения и снова идти вперед, как будто я никогда ничего для него не совершил, чтобы мои добрые дела не стали для меня сетью. Иисус.